Добрый день! Переможцы были вызначены в 23 конкурсных номинациях. Вероника Ворошилина, Володая, под обязанностями. Данные экземпляры продукции видно на стендах. Мы делаем полимерные столбики, люки из полимерной песчаной продукции. Делаем колодцы. Экологию, чтобы сберечь от всего, работаем с вторичными ресурсами. Поэтому, я думаю, что все-таки это перспективное дело и направление. Побыч разместилась в выставе досягнений у Центрального района. По выниках минулого года он признанный лепшим администрационным районом города. 2015 год был особливым район, означавшим свое 75-ти годзе. Отказности працевитой ЖХРУ дозволили отримать поспех, шмат у яких на керунках, изнашено добро упорядковать район. Была завершена при помощи, при поддержке руководства области города наша главная набережная. Открыт первый этап восточного обхода. Большое количество создано парковочных мест в центре города. Многое-многое другое. Поэтому я хочу поблагодарить прежде всего всех жителей, тружеников Центрального района за то, что они сделали в 2015 году. И хочу заверить, что и в дальнейшем Центральный район постарается удерживать те лидирующие позиции в городе, которые нам удается в последние годы все чаще и чаще подтверждать. По часу рачистой церемонии ушинования переможцов конкурсу, керамництву Центрального района урушенный переходный стяг Гомельского горвыканкама. Аналогичный гоноровый символ отримал и працовный коллектив Гомельского химичного завода. Юнство переможцам одразу у двух номинациях. Лепшее промысловое предприемство города с колькостью працующих больше 500 человек и лепший экспортер города. Дареже Гомельский химичный завод другий год запротрымается у списей працовных лидеров с занесением на дожку гонору. Летость предприемства выполнила план по экспорте на 105,6%. У большинства своей таки поспеховый выник досягнутый для ключевых выпусков новых видов удобрений. Я вижу здесь работу коллектива, работу производственников, работу коммерческой службы, потому что было очень сложно работать в условиях дефицита фосфатного сырья. Это основного нашего сырьевого компонента, поэтому приходилось ввести сырье из различных уголков мира. Но мы справились, мы ни на день не остановились, соответственно, имеем результат. У целом переможцы сирот предприемства, организации и администрационных районов областного центра по выниках 2015 года были вызначены у 23 конкурсных номинациях. У леку знагородженных промысловые, будовольные, коммунальные, транспортные предприемства, установы аховы здоровья, адукации, ган для культуры и спорта. Как отзначил старшиня Гомельского городского выканавшего комитета Петр Кириченко, 2015 год был для всех довольно непростым. Однако промысловость и реальный сектор экономики города, навыд в этих складанных экономических умовах, спрацовали вельмень адренна. Головное, что отрималось и заработать, заховать працованные коллективы и закласти у предприемствах подмурок на будущую. Несмотря ни на какие финансовые сложности и трудности, наши предприятия продолжали развиваться, модернизироваться, были запущены несколько абсолютно новых производств. Поэтому я благодарен и руководителям, и трудовым коллективам за то, что они выстояли, что они сегодня продолжают в таких же, может быть, еще более сложных условиях уверенно трудиться. Хочу пожелать, чтобы действительно все значимые вопросы, значимые проекты, которые решаются и имеются у нас в городе, чтобы они решались сообща, потому что мы можем многое решить, но только тогда, когда мы вместе. Вероника Ворошилина, Яугин Макеенко, телерадоакампания «Гомель». Досвеченные керавники доброведуются, как дорого каштую грыбованье правилами безопасности. На поспеховых вытворчастях на охову праце не шкадуют ни сродкам, ни часу. Семинар, присвеченный сусветному дню оховы праце, отбылся у открытым акционерным товарыстве «Гомельхимагра». Инженеры с предприемств и организаций Гомельского района обмерковали шляхи по створению безопасных умов на працонных местах. А так само вызначили основные причины, которые приводят до травматизма и гибели на вытворчасти. Дмитрий Котов с подробязностями. Открытому акционерному товарыству «Гомельхимагра» належит значная роль в экономичном житии района. Тут займаются перепрацовкой и перевозкой минеральных удобрений. Поверная шастка вырушки накеровывается на профилактику вытворчика травматизма. Под особенным контролем 33 працонные места – водителям, грузчиков, электрогазосварщиков. На предприемстве распроцована специальная программа, у которой отзначены основные на керунке поляпшения умов працы. В 2015 году у нас закончилась целевая программа по охране труда, на выполнение которой у нас было запланировано 778 миллионов, но за 5 лет мы выполнили 884 миллиона. Это и приобретение сюда входит средств индивидуальной защиты, спецодежды, это и молоко, это и бутилированная вода, здесь медосмотры. Статистика сверчит, что ситуация с вытворчим травматизмом на территории в области поляпшается, однако несчастные выпадки по куль фиксуются. За три месяца и года тяжкие травмы отримали 18 человек, три выпадки со смиротным заходом. Два из них обумовлены станом здоровья работников и тому не квалификуются как вытворшие. А вот один из працующих загинул по причине изнаходжения на рабочем месте у стане алкогольного опьянения. Несмотря на то, что у нас есть один работник в состоянии алкогольного опьянения, конечно же на предприятиях и организациях Гомельской области проводится большая работа. В части на сегодняшний день везде есть нормативные локальные документы, в которых прописана организация предсменного свидетельствования работника на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Во всех организациях практически имеются алкотесты, соответствующие приборы. То есть мы будем считать, что вот этот случай этого года, он единичный, больше у нас таких случаев не повторится. Коли вызначать основные причины, что приводят до вытворчего травматизма, то в 70% выпадка установлена вина службовых особ. До прикладу техничная несправность обсталявания, альбо допуск до працы работника без профессийной подрыхтовки. Однако кожному треба памятать и об уластной отказности за свое здоровье. Немало здоровья отбывается по причине бестурботности, альбо неуважливости. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Проблемные пытания Жигарамрегиона да поможа вырешить зворот на промую линию мясовых органов Улады. И они протягивают свою работу по субботах. Завтра пытание можно задать намеснику старшиня Блвыконкама Владимиру Владимировичу Горбачеву. Промая линия будет працавать с 9 ранницы и до 12 годин. Номер телефона у Гомеле 75 12 37. У ГТШ на пытание Гомельшана откажен намесник старшиня Блвыконкама Сергей Яугенович Андрею. Номер телефона промой линии 75 63 33. А вот у дельники информационно-пропагандистской акции «Гомельшина заздаровала життя» уже отримали отказы специалистов на свои пытания. У завершения акции у Гомельским городским центра гигиены и эпидемиологии отбылся круглый стол. Галунной темой для меркования стали наступства шарнобыльской катастрофы. Специалисты центра рассказали, как ожитивляется в городе радиоцинно-гигиеничный контроль. Нарыши ни одно спортпроемство у Гомеля не выпуская харчовые товары с повышенным утроманием радионуклидов. Порушение нормативов сустракается только у продукции подсобных господарых грамадян, а так само у дарах лесу. Медики больше говорили о профилактице захворывания и здоровом ладе життя, что особенно важно в регионах, которые в той теньшей ступени потерпели от наступства аварии. Актуальна застаётся проблема онкологии шитоподобной залозы. В опошній годы колькасть захворылых трымается прикладно на одному зроні. Дякувши с ужасным методом диагностики и лячення, амаль 100% пациенту позбавляється гэтэ хворобы. Одна аса складаючих поспіху у ляченні – своєчасовое звертання до урача. А кабу гэтам не було необходності, треба займацца профилактикой. Профилактика в нашій області самая простая. Зная причину, знаем профилактику. То есть морепродукты употреблять, продукты богатые йодом. То есть это самое основное. И регулярно, конечно, обследоваться, обращаться, не запускать себя, следить за своим здоровьем. Сегодня у передачи «Эрудит-пятерка» на телеканале «Беларусь-3» шарговая сустреча юных интеллектуалов. Телевикторина для старшокласников задумана и реализуется творчей командой телерадио-компании «Гомель» суместно с гомельским «Мабл-выконкамом». Темп викторины достатково высокий. За 25 хвилин удельники поспевают отказать на десятки каверзных питаньеў. Сегодня у «Эрудит-пятерка» состоятся юные вихованцы духовно-осветницкого центра при храме усіх смуткуюших радость и в ушній средней школы номер 15 «Гомеля». Глядите новый выпуск «Эрудит-пятерка» на телеканале «Беларусь-3» сегодня у 18.15. На этом выпуске завершено. У студии працавала Маргарита Шбукова. Всего доброго и до встречи у эфира.